Ну, мы вернулись. Я просто сделаю нарезочку и вставлю туда, вот как происходил сам процесс. Режиссер в ухо нам говорит продолжать. Где ухо? Где режиссер? Сергей, я очень хотел бы сегодня, чтобы ты приготовил чай, который лично мне очень нравится. Это чай Касперского или, как его еще называют, Иван-чай ферментированный с небольшим количеством, примерно 10% листьев смородины, тоже ферментированный. Вот это вот чудо чудесное. Вот тебе ложечка. Кстати, наверное, я первый раз его буду пробовать. Серьезно? Этот чай привезли. Я как бы о нем много слышал, но, по-моему, я буду первый раз его пробовать. Этот чай привезли из бесконечно экологических чистых районов Горного Алтая. Там его собрали, там ферментировали, там вот все. То есть это российский чай из Алтая. С Алтая, правильнее, да, точнее? А ты знаешь, ты в кадре хорошо смотришься рядом с розовым баллоном. Ну, я думаю, может, все-таки перекраситься. Что-то седина, наверное, не такая модная нынче. Может, сразу в блондинку, и тогда я буду смотреться лучше. Ну, хорошо, но вот партия Дадона, они же не блондинистые все, они как бы просто розовые. Ты просто пару буфт там лишние добавил в этом слове. В каком? В блондинистые. Мне кажется. Я думаю, многие люди меня поддерживают в этом. Ты намекаешь на производную от слова «блядство»? Ну, как бы да. Я не намекаю, я говорю прямо. Вот видите, как он говорит. Сергей, значит, вот это вот основа конструкции, вот установки по приготовлению чая. Более того, эта самая конструкция, она будет и так называемым вспомогательным материалом для продолжения нашей лекции о газе, о качестве газа. То есть по проблемам газа. Сколько ты примерно планируешь разбить вот эту вот лекцию насчет газа? Я просто к тому, что у меня есть немножко претензий, и я учился на режиссера просто. Ух ты. Да, у Хармелина. Выставил? Но я не закончил, я год там только проучился, но меня приняли за то, что у меня такое дикое и неоспоримое было желание откритиковать современную киноиндустрию и тому подобное. Но, к сожалению, я узнал, что у него нет режиссера по фильму, у него только режиссер театра. То есть у него хармелина, да? Да, именно по театру. И поэтому я вынужден был разочароваться и учить. Ну, театр я не очень люблю, честно говоря, я не знаю, я не могу это объяснить. Возможно, из-за того, что там статичные декорации, там все вот это происходит на одной сцене, то есть нету там вот этой атмосферы, там полеты вот это, да? То есть ты должен это все показывать, ты должен объяснить зрителю, то есть где ты находишься какой вот этого стихии. В фильме это более наглядно, как бы мне это вот нравилось. И замечание к нашей передаче, то есть, не знаю, наверное, она мне тоже понравилась из-за того, что я как бы в ней участвовал. Это, наверное, первая моя передача, где я более-менее адекватно себя вел. Но мне кажется, что все-таки она немножко такая нудноватая, я тесно. Ну, а как ты хотела? Нудноватая, потому что мы слишком долго растягивали и разжевывали, хотя это достаточно доступно, то есть я показывал моим друзьям, моим знакомым, моим родственникам, они оценили. Оценили, но сказали, что долго, то есть это все выдерживает, особенно вот час, то есть хорошо, что мы там... Поэтому мы и нарезали на куски. О, Володя пришел. Володя, проходи, садись. Вот и наш смех за кадром. Вы что, в космос? Да. Мы, да. Друзья, это гравицапа, этот чудесный аппарат, это аппарат по производству горячей воды и использованию этой воды в производстве, в приготовлении, точнее сказать, потому что мы немного будем делать, мы на трех сделаем приготовление иван-чая с ферментированными листьями смородины. А что все в розовых тонах? Вот я этот вопрос задал, ты опознал. Я пытаюсь подлизываться к розовым додонам. Или мы организуем новую партию блондинок. Вот смотри, розовый додон. Партии блондинки. Ну смотри, как хорошо рифмуется. Розовый додон, розовый баллон, розовое все, розовое небо, бла-бла-бла-бла-бла. Да. Что да? Ты прям поэт про зайки, про лисички. Сергей, будь так любезен против часовой стрелки. Ты уверен, что... Я уверен. Ты уверен, что меня не заказали? Я уверен, ты крути, крути. Это часовой, да. Значит, друзья. Стрелка не шевелит. Все достаточно. Стрелка не должна шевелить. Нет, немножко. Еще открою. Открыть еще. Все достаточно. Значит, ресивер уже настроен. Мы сейчас запустим наше. Какая прелесть, прелестная, чудо-чудесная. И вообще сказка сказочная. И вообще просто я в восторге. В кадре более-менее ровно. А мне тут... Я как этот... Как называется... Слушай, тут ситуация такая. У нас есть специальный человек, который может повернуть вправо-влево, как нужно. Надо было на пульте. Что нужно? На пульте. То есть приделать туда еще какой-то специальный инструмент. Я думаю, слишком мало наворотов для этого чая. Сколько мало? Мало наворотов. Подождите, подождите, подождите. Прием, прием. Как слышно? Навороты. Вот он. Навороты, навороты. Вот они, навороты. Есть контакт. Друзья, чтобы вы понимали, мы с Игорем никогда не готовимся к передачам. То есть у нас все происходит экспромтом. Единственное, что вот, допустим, мы... Ну, в прошлый раз я предложил, то есть моя инициатива была, чтобы сделать чай масала. В этот раз Игорь говорит, давай приедем и сделаем чай, Иван-чай. Лужечку я тебе дал. Заварной чайничек. В баллоне газ. Веселяющий. Пропан. Нет, пропан, друзья. Да, кстати, и что ты хотел сказать, что тебе режиссура не нравится наших вот этих вот посиделов? Нет, я к тому, что я как... Ну, я не могу себя назвать режиссером, но человек, который имеет возможность, скорее всего, какие-то задатки режиссера, я считаю, что нашу передачу нужно как-то оживить, взбодрить, как-то... Подраться что-нибудь. Нет, это слишком дешевые трюки, это для ТНТ, склоки, всякие там драки, сплетни. Я думаю, мы должны отойти от этого, но я думаю, что там мы должны, ну, по крайней мере, может, не так сильно долго разжевывать каждый этап, когда мы что-то будем объяснять. То есть, доступно, но не прям как для младенцев каких-то там или еще что-то. Даже хуже, чем для... И вот то, что я начал говорить, и нас перебил один нехороший человек. Сергей, как оживилось. Да, так я вот хотел спросить, это мы будем тут еще цыплят, как бы, инкубатор... Сейчас увидишь, сейчас все увидишь. Так вот, мы не готовились к этой передаче. Единственное, что я так, хотя бы поинтересовался, что из себя представляю такой иван-чай, и... Ну... Засыпай, засыпай. Из этих трав, которые я в своей жизни употреблял, не курил, а как бы пил, лечебные травы. Вот я сейчас подумал, что я какой-то там травокур. Сколько нужно ложечек? Еще, еще, еще. Я просто не знаю, сколько ложечек. Я знаю, что он очень, это, по-моему, самый-самый... Полезный. Не то, что полезный, он самый богатый витамином С. И, насколько мне известно, листья смородины тоже там очень бешеный такой процент витамина С. И ты решил, такой, дабл-С витаминный чай, да? Вот, там пробочка, и это сифончик. Горячая вода, когда она закипит, горячая вода, пар создаст избыточное давление и вытолкнет эту горячую воду, кипящую воду в заварной чайник. В заварном чайничке она будет, то, что называется, настаиваться. А, то есть ты его отсюда будешь как бы подогревать, чтобы он температуру-то держал? Чтобы оно держало температуру. А потом, когда будет завариваться, мы чайничек повернем, и он будет за счет... То есть это как сейчас вот модно в ресторанах делать, там, свечки ставят под эти чайники? Нет, это не модно. А это... Не, ну я имею в виду, что постоянно поддерживаешь температуру, чтобы там беседуют люди в парке, в парке... Волны инфракрасной длины, которые и греют, в общем-то, солнышко греет не весь спектр электромагнитных волн, а инфракрасные. Вот, пожалуйста, инфракрасная лампа. Ну, по-любому, для этой цели, он поддерживает температуру. И потом, после этого мы... Тут еще и полезно, да, это инфракрасная лампа, да? Да, и инфракрасная лампа. А потом мы с Сергеем будем пить чай из стаканов термосов. А для Володи такого стакана нет. Двойной такой, двойные стенки вот в этих стаканах. На самом деле, это для алкоголиков, то есть они тут наливали чуть-чуть коньячка... Нет, это для людей... Нет, есть такие стопарики, знаешь? Есть такие стопарики, у меня в машине такой есть. Это чашка для Володи. Итак, чай Касперского или Иван-чай? Касперского, это потому что антивирусный, да? Нет, Касперского, это потому что у Иван-чая есть синоним. Потому что перед Второй мировой войной... Знаете, Гитлер, он увлекался всякой эзотерикой, всякими глупостями. И ему там кто-то сообщил... Вот это она, нербы и все такое, да, в курсе. Ему сообщили, что у русских есть какое-то... У советских, извините, друзья, у советских... Есть какое-то секретное оружие, и этому секретному оружию имя чай... Имя чай Касперского. Потому что его выращивают где-то на какой-то ферме. И дали ему такое вот рабочее название. Вот какая прелесть. Супер. Все равно опускаются заразы. Да? Да ладно. Ничего страшного. Вот. И на первом этапе Блицкрика так получилось, что тот совхоз, завод, где производили Иван-чай или чай Касперского, это синонимы, он был среди объектов повышенного внимания со стороны фашистских войск для того, чтобы все это разрушить до основания и т.д. и т.п. Но я читал более... Али, ты еще что-то сказал. Ну вот... Не, я просто более там какой-то, видимо, историк этого Иван-чая. То есть там это еще с тех времен, когда через Россию, как бы, китайский чай или там индийский чай, скорее всего, что на Европу, когда переправляли, то, короче, большим спросом пользовался Иван-чай, чем зеленый. Чем чай-чай, да. Что это, да, там китайский, зеленый, там, или еще что-то. И вот эти вот англичане, они как бы обидели, что русские купцы Зарабатывали, да, англичане, да. И они начали, как бы, критиковать, что, мол, типа, они смешивают там примеси какие-то, там, какой-то, там, чуть ли не лопухи, подорожники, там, не знаю, любой мусор, там, ну... Ну, да, 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 есть такое дело, да. Мол, типа, на самом деле, это у них полностью бутер, то есть они, они, честно говоря, бизнес убили. То есть подлость европейцев по отношению к русским с этими их санкциями засчитывает много ли. Ну, в принципе, не то, что подлость. Кстати, мы об этом поговорим. Вот, например, третий энергетический пакет Евросоюза, он, собственно, где-то похож на ту атаку, которая в 18-19 веке была организована со стороны Англии для того, чтобы Европа перестала пить русский иван-чай и перешла на индийский чай, который контролировала Англия. Вот, друзья, уже потихонечку началось, давление начало повышаться, и вот мы здесь видим первые капельки, я не знаю, вам они видны или нет, если они видны, мы можем сделать вот такое вот чудо-чудесное, снять это на телефон, а потом... Нет, я буду капать, я буду озвучивать, и они будут себя как бы представлять, как эти капли капают. Кстати, вот ты начал говорить, что тебя, в принципе, не устраивает в... Вот так, так не получится. В беде. Что тебя не устраивает в формате... В формате нашей передачи? В формате... В формате нашей передачи? В нашей передачи. Я все-таки считаю, что она должна быть как-то наиболее информативной, как бы... О том, что происходит, если не во всем гражданском конгрессе, то как минимум в нашей первичной организации. Все байки, которые начинаются там в адрес гражданского конгресса, их нужно опровергать. Коммунистов? Чувствуешь? Она уже наполовиночку. А ты меня сбиваешь, что время, сейчас я забуду. А кто-то тебя должен сбивать. Да, и все, и теперь я потерял нитул. Чтобы жизнь тебе не... Слишком много неправдивой информации. Слишком много неправдивой информации. Нет, это было намного дальше. А сюда ближе? Сюда ближе. У меня нет... Гражданский конгресс к Соросу не имеет никакого отношения. И не только к Соросу. То есть, эти люди по-любому, если они сейчас себя не называют коммунистами, то у них все равно есть какие-то более левые взгляды, естественно. То есть, что они проплачены западом и правыми вот этими взглядами, то есть... А расшифруй, вот что ты понимаешь левые взгляды. Это... О, чувствуете? Пошло. Хоть кто-то тебя перебил. Красиво. Выкипело все. Теперь... Эта красота... Закрывать? Или не надо? Не надо. Да, закрой вообще-то. Он сейчас будет на меня капать и у меня будет... Иван-нога. Иван-нога. Вот вам красота чудесная. Теперь... Ты выключил газ. Я думаю, что да, отсюда да. Теперь... Теперь я его оттуда выключу. А где... Я не знаю, отсюда у тебя тоже наверно... Слушай, а где крышка? Крышка чего? Ну, чайника заварного. Вот она. Вот. Теперь мы... Молодец. Да, вот для того, чтобы заварить маленький чайничек, нужно использовать... Сколько здесь? 40 литров газа, да? Это мы сейчас будем считать. Вот. И теперь он будет завариваться, потому что весь Иван-чай во внутреннем стаканчике перфорирован, он залит этой горячей водой. Это вскипяченая вода, она будет поддерживаться за счет инфракрасного излучения и будет завариваться красиво, очень красиво и бесконечно красиво. И мы с тобой как два вампира в этих красных лучах... Вау. Наверное. Я так смотрю, розовый баллон, розовые кусочки, сейчас включу лампочку и мы уже розовые такие... Мы красные. Короче, мы уже красные. Мы сейчас розовые. Сергей, ты не против, пока заваривается чай? Я буквально минутку вернусь к предыдущей нашей лекции. Я объясню, как читать аббревиатуры. Наливай, конечно, самообслуживание. Итак, начнем с первого. Для того, чтобы в какой-то области люди могли между собой договориться, они должны договориться о понятиях, говорить на одном и том же языке. Итак, определения всего, что касается газов, определения даны в стандарте SMEN ISO 13686-2014. Итак, друзья, как расшифровывается вся эта глупость? Все определения в области газа. SM – это стандарт молдаван, молдовян. EN – европейский стандарт. Они используют не стандарт, а нормализайшн, английское слово. ISO – это международный стандарт. То есть получается так, что европейский и международный стандарт 2014 года под таким-то номером Молдова приняла в качестве своего национального стандарта. То есть мы имеем в Молдове понятийный аппарат в этой области, в области газа. Иван-чай, на самом деле, не из семейства чая. Нет. Потому что там вообще какая-то другая трава. То есть это растение, не являющееся друг родственником чая. Но я как бы не очень, вот я начал в начале передачи говорить, не очень увлекаюсь травами пить. Ну, если у меня какие-то возникали какие-то недуги там или еще что, Больше всего траве, которой я доверял, это был пал-пала. То есть это было там вообще его считает хирург без скальпеля. То есть начиная там от щитовидки головы и так вот все там чуть ли не до пяток. То есть я ее считал настолько универсальной. И когда вот ты мне сказал, что мы будем готовить Иван-чай, И я погрузился как бы в изучение вот этого чая, когда я понял, что пал-пала где-то там далеко позади, что он один из... Очень интересный. Он чемпион среди вот этих полезных свойств. И самое интересное, что у него нет противопоказаний. Да. Вообще у него не выявлено, по-моему ни одного. Пока не выявлено. Ему даже беременным разрешают и даже младенцам новорожденным. То есть это настолько вот универсальное. И реально он помогает. А установка по завариванию Иван-чая? Ну, я ожидал от тебя чего-то такого экстравагантного. Что мы экстравагантны? Я знал, что тебе будет очень скучно где-то там просто тупо поставить плитку, там сварить этот чайник. Там тебе нужно было какую-то такую установку, да, там чтобы полететь на Луну, там не знаю, куда-то там покорить. Никуда я не летал, ничего не покорял. Просто все логично. Логично поддерживать его горячим. Не, интересно, интересно, да. И не скучно мне тут было, пока ты тут рассказывал, я там рассматривал. Предлагаю на сегодня прерваться, потому что чай у нас уже закончился. У Сергея получилось очень здорово на этой фантастической гравицапе приготовить Иван-чай. И мне фантастически открыл и закрыл этот краник. Я чувствую, что профессор все в розовое покрасил. Нет, я ему уже сказал, что мне не нравится цвет этого. Тут как будто шаурму делали там, кошек и собак тут порезали, капли крови. Сейчас хоть застелено тут какими-то бумаги. Я не понял, что старого Зингерова не было? Да, да, да. Так я сидел еще на прошлой передаче, думал, если завести, то он будет быстрее говорить, наверное. А тебе генератор поставить? А, и во время передачи? Да, да, да. Как в этом фильме, всемогущий брус. Все, друзья. Все, до свидания. Спасибо, что вы были с нами. Вот такая у нас розовенькая передачка сегодня получилась. Всех благ. Показал на меня. Все, пока. Показал на меня.